Вокруг света за два дня. И начать путешествие можно уже завтра. Место сбора – площадь Азатлык, где в 10 утра откроется один из самых любимых горожанами праздник – фестиваль цветов. Темой этого года стали сады и парки мира. О том, как проходят последние приготовления, посмотрите прямо сейчас. Сегодня с самого утра на площади Азатлык непривычно оживленно. На финишную прямую вышли более 15 городских предприятий. Каждый готовит свою неповторимую композицию сада или парка. Для воплощения идеи в жизнь уже провели большую работу. Но чтобы довести ее, что называется, до ума, еще придется приложить немало усилий. Ведь в этом году гости фестиваля увидят не просто цветочные фигуры, а реконструкцию парков с их достопримечательностями. Здесь и сады Италии, и Бразилия с яркой жар птицей, и даже Япония. Будет обязательно сакура, будет гора Фудзияма, будет Будда, будет журавль – символ Японии, падага. То есть все основные достопримечательности Японии будут учтены в японском саде. А пока участники фестиваля заканчивают последние приготовления, жители города с нетерпением ждут наступления завтрашнего дня. Всегда ждешь этот праздник, и когда этот праздник приходит, стараешься обязательно прийти. Здесь такое удовольствие получаешь, здесь только радость. Здесь невольно даже какое-то плохое настроение. Невольно ты начинаешь радоваться жизни, солнцу. Очень хорошо. Кстати, только выходными днями праздник не ограничится. Он продолжится во дворах домов и скверах. Именно туда по окончании фестиваля переедут цветочные композиции. Елизавета Парамонова, Андрей Буслаков, РЕН-ТВ, Набережная Челны. Продолжение следует...